Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сейчас на маркетплейсах можно купить практически абсолютно все. И с одной стороны это, наверное, хорошо, потому что действительно человеку необходимо что-то, он может практически все найти. С другой стороны, вот вице-спикер Государственной Думы попросила Генпрокуратуру, я прочитал вчера, проверить маркетплейсы из-за икон сатанистов. Сатанинские иконы в свободной продаже, абсолютно. На ваших экранах фото. Это те фото, которые размещены в абсолютно свободном доступе. Более того, меня больше всего поразило, друзья, что на одной из... Сейчас я скажу на какой точке. На одной из этих икон написано, друзья мои хорошие... Сейчас я скажу где. Приобретена статуэтка Сатана 18+, купили более тысячи раз. Более тысячи раз. Вот, вы знаете, я хочу сказать, что, естественно, с моей точки зрения, это то, чего быть в свободной продаже явно не должно. Более того, с моей точки зрения, наверное, я не знаю, это решать компетентным органом, но... Мое обывательское такое мнение, это нарушение закона, в любом случае. Мое мнение. Ну как? Сатанинские иконы в свободной продаже. Это... Там же много статей оскорбления чувств верующих. Чего только там нету. Как это может быть вообще? Так самое интересное, друзья, даже не в этом, а в том, что сегодня, когда дозвонились до владелицы этого магазина, она сказала, что сатанизм никому не мешает. Никому не мешает. И более того, она сказала, что депутатам лучше запретить табак и алкоголь, алкоголь, табак и укурение в виде здоровья, вместо того, чтобы заниматься черными иконами. Вот так себя чувствуют продавцы сатанинских икон. Вот что пишут. С чего вчера все началось. Бывший детский омбудсмен, россиявец и спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что к ней обратились родители, которые были обеспокоены тем, что деструктивная человеконенавистническая идеология сатанизма, пропагандирующая культ насилия и отрицающая ценность жизни, открыто представлена и рекламируется в интернете. Помните, да, это фестиваль «Злофест», на который ходил Роман Голованов, который рядом прямо с телеканалом «Спас» находился. Значит, представлено рекламируется в интернете, в социальных сетях, на площадках, онлайн-магазинах. Дети, к примеру, могут спокойно приобрести атрибуты этой субкультуры на популярных маркетплейсах. Более того, когда вводишь запрос, к примеру, пытаясь приобрести икону, автоматизированный механизм маркетплейсов предлагают эти атрибуты сатанизма. То есть человек зашел на маркетплейс, решил приобрести икону, вводит икону, а так как там иконы тоже называются так, сатанинские иконы, то, соответственно, и они тоже выпадают, предлагаются гражданину приобрести. Это же просто фантастика какая-то, это просто фантастика какая-то. Неужели никто до этого это не заметил? Она отметила, что уже обратилась в генпрокуратуру по этому поводу. Я надеюсь, что генпрокуратура действительно займется этим делом. И вот, что самое интересное, связались с владельцами магазина, газета .ру связалась, волшебные вещи Юлия Гусева, которая, собственно говоря, занимается тоже продажей такого рода вещей. И она говорит, сатанизм никому не мешает. Сатанинские иконы в свободной продаже обнаружила депутат Госдумы Анна Кузнецова, это уже другая публикация. Она попросила проверить законность их размещения. Владелец магазина волшебные вещи Юлия Гусева в ответ на это заявила газете .ру, что в стране большое количество любителей эзотерики, в кавычках, и любые запреты будут раздражать людей. Вот что она говорит. «Лучше бы запретили алкоголь и табак, это вредно и убивает не только того, кто употребляет, но и окружающих. А сатанизм никому не мешает», говорит она. «Занимаются люди сами себе потихоньку и занимаются. Если хочется показать какую-то деятельность, лучше придумать что-нибудь полезное», – сказала Гусева. Друзья мои хорошие, что мне хочется сказать по этому поводу? Ну, это охренеть можно, по-русски говоря. Сатанинские иконы в свободной продаже. Вы знаете, сейчас действительно невозможно на все обратить внимание. И здорово, что Кузнецова действительно на это обратила внимание. Но я думаю, что не дело, когда человек, который хочет приобрести икону, набирает в поиске иконы. Ему выпадают в том числе сатанинские иконы. А фигурку сатаны написано «купили более тысячи раз». 18 плюс под маркировкой стоит. Вы знаете, сейчас, когда мы говорим о духовном, нравственном воспитании молодежи, о формировании института семьи фактически заново, потому что того количества разводов, которое за последнее время есть, особый статус многодетной семьи, о которой говорится, мы фактически формируем его заново. Мы, прививая ценности молодежи, те ценности, которые, в принципе, должны были быть всегда, мы формируем заново все это. И я уже вчера говорил, да и сегодня я говорил, что маркером выздоровления общества является то, что мы стали нетерпимы различным перьям, голым вечеринкам и всякой вот этой вот похабному непотребству на телевидении. Вместе с этим, несомненно, с моей точки зрения, особую роль в укреплении духовных, нравственных ценностей играет и русская православная церковь в том числе. И не только, потому что у нас многонациональная, многоконфессиональная страна, это и другие религии, и, безусловно, опираясь на них, необходимо это все делать. Поэтому вера – это одна из основополагающих, составляющих фундаментов, фундаментальная основа, одна из фундаментальных основ развития личности. И вы знаете, дело все в том, что когда в тот момент, когда должны, как мне кажется, появляться какие-то авторитеты, в том числе и для молодежи, и для людей среди церкви, такие есть сейчас, которых ты слушаешь с огромным удовольствием, это и святые старцы, их заветы и так далее, которые я с огромным удовольствием размещаю себя на своем втором канале, официальном телеграм-канале «Будда, Гришна, новости». Кстати, друзья, подпишитесь, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео, всего 15 секунд вашего времени, но мы с вами не потеряемся в случае чего. Более того, там выходят уже и ролики, видеоролики, которых здесь нет, выходят новости, круглоснущие с моими комментариями. Мы говорим там на более серьезные новости эмиграции, коррупции, внешней, внутренней политики. Поэтому призываю вас подписаться, тоже читать публикации, участвовать в дискуссиях. Телеграм-канал, мой второй канал «Будда, Гришна, новости». Так вот, друзья, когда я размещаю какие-то тоже, я вот подписан на телеграм-канал, «Православный календарь», по-моему, он называется, замечательные же публикации, там есть цитаты на каждый день. Какой день сегодня, цитаты, они просто замечательные. Иногда читаешь, действительно задумаешься и над своей жизнью, и перешлешь кому-то, понимая, кто в какой жизненной ситуации находится, понимая, что, может быть, ему сейчас это будет в помощь. И вместе с этим на маркетплейсах продаются сатанинские иконы. Как это можно соотнести с тем вектором движения, который сейчас задан, и по которому мы идем, и мы идем действительно по нему, потому что видно, что ситуация меняется. Конечно, это то, на что действительно необходимо обратить внимание, и я считаю исключить абсолютно, что значит сатанизм никому не мешает. Это как может быть? Вы видели там, как на Евровидении вызывали там дьявола или сатану, там мужик без трусов пел. Вот это и есть сатанизм чистой воды. Как он никому не мешает? Это то, что, как это сказать-то, не разлагает, не дебилизирует даже, а то, что подтачивает те ценности, которые должны быть. То, что, я даже не могу слово подобрать, не развращает, а как уничтожает фактически тот фундамент, который должен быть заложен. Поэтому я надеюсь, что генпрокуратура даст однозначно оценку соответствующей этому всему, и это будет все убрано, потому что это ужасно. Тем более, что люди так к этому относятся. Нет, ну может быть, они сами этим и не занимаются, они продают эти все товары, и соответствующие люди хотят приобрести, но меня напрягло, что более тысячи раз приобретено. Вы думаете, что сейчас сатанистов сколько? Это ужасно абсолютно. Это за грани вообще моего понимания. Друзья, что вы думаете? Ну, это проблема, на которую тоже нужно обращать внимание. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка там же в закрепленном комментарии в описании к видео. Еще раз повторюсь, друзья, подписывайтесь на мой второй официальный канал Будда Гришна Новости в Телеграм, Ссылочка внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. И приглашаю вас на свой сайт буддегришна.ком для бизнесменов-предпринимателей. Там есть довольно интересное предложение. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч новых клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Продолжение следует...